Как начать копить с нуля? Пошаговая инструкция. В этой статье портала «Бизнес-заработок» наш сотрудник расскажет, как лучше копить деньги на свою мечту, а также про лучшие способы экономии денег. Денег всегда и всем не хватает. Тем, кто зарабатывает 50 тысяч в месяц, и тем, кто зарабатывает 10. Исходя из этого, становится ясно, что размер зарплаты не влияет на удовлетворение всех насущных потребностей, которые растут прямо пропорционально нашему доходу, желания растут намного быстрее наших возможностей. Человек так устроен, ему никогда не бывает достаточно нужно еще тысяч пять прибавок к зарплате и быть счастью. Так думают все, а получив эти пять тысяч, им нужно для полного счастья еще столько же, потом еще и еще, и так до бесконечности. Нужно не ждать лучших времен, а научиться прямо сейчас контролировать свои деньги. Не важно, какая у вас зарплата, 10 тысяч или 50, начните действовать прямо сейчас. Все мы о чем-нибудь мечтаем, кто-то хочет платье, туфли, косметику, кто-то грезит о новом смартфоне, планшете, ноутбуке, список можно продолжать до бесконечности, в общем, у каждого свое желание. Цель накоплений. Итак, первое. Определите цель. На что вы собираетесь копить? Пусть это будет не слишком дорогая вещь, пусть она стоит половину вашей зарплаты или всю, но не более этой суммы. Моя зарплата составляет 10 тысяч рублей, желание стоит 8, определите сроки достижения цели, я наметила 3 месяца. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Четко знайте, чего вы хотите, определитесь с моделью, представляете образ желаемой вещи, скачайте картинку, сделайте фото в магазине. Твердо знайте, что именно эта вещь вам нужна, вы копите деньги на это, через определенное время эта вещь станет вашей, без всяких кредитов и долгов. Приготовьте место в своей квартире для мечты. Представляете, как пойдете это покупать, как вещь будет находиться в вашей квартире. Копилка. Второе. Скачайте приложение Копилка на ваш планшет или смартфон, таких приложений великое множество, выбирайте на свой вкус. Это будет вас мотивировать. Укажите цель, необходимые средства, сроки достижения. Вам останется только отмечать в приложении суммы, отправленные в копилку. Не важно, что будет служить вам копилкой. Банка-копилка, кошелек, карта, главное ни при каких обстоятельствах не брать оттуда деньги, нет их и все. Откладывание денег. Третье. Откладывайте минимум 10% от своей зарплаты в копилку, а также всю мелочь, которую дают вам в магазине. Мелочь вроде как незначительна, но вы удивитесь, какие суммы вам удастся сохранить. Все сэкономленные деньги и неожиданный доход тоже отправляйте туда. Чтобы сэкономить деньги, не покупайте ничего лишнего. В магазин ходите только со списком. И ни в коем случае не посещайте магазин голодным, так вы точно потратите больше запланированного. Не скупайте все подряд, я понимаю, что хочется новое платье, сумку, кошелек, крем для лица, новый гель для душа и прочее. Но дома все это у вас есть. Покупайте только необходимое. Покупки приносят недолгую радость. Мир не рухнет. Если вы не купите себе очередные туфли, зато вы сохраните свои деньги. Ускорите приближение исполнения своей мечты. И, наконец, купите или сделаете то, о чем так долго мечтали. Дополнительный заработок. Четвертое. Найдите способ дополнительного заработка. Если очень постараться, это можно сделать. Пеките торты на заказ. Вяжите, пишите статьи, как я, подрабатывайте в такси. В общем, найдите подходящий вариант для себя. Мечта. Пятое. Достигнув цели, отправляйтесь за мечтой. Вы смело можете гордиться собой. Обязательно поощрите себя. Достижение цели принесет вам такое моральное удовлетворение. Вы будете в восторге. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Намечайте себе следующую цель, по уже отработанной схеме и вперед. Главное, в самом начале пути набраться терпения. Ведь если вы привыкли идти на поводу у своих желаний, и транжирить деньги налево и направо, поначалу вам будет нелегко. Но вы сильнее своих сиюминутных желаний. Твердо и уверенно идите к цели. У вас все получится. Я верю в вас. Следуя этой схеме, за год я купила стиральную машину и уже накопила на планшет. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Многие часто говорят, что не хватает денег и приходится часто брать в долг. Очередная зарплата улетает в первые же дни, а потом приходится жить в ожидании следующей. Как экономить деньги? Этим вопросом задается не один человек. Чтобы максимально облегчить вам эту процедуру, мы предлагаем вашему вниманию способы экономии. Как правильно планировать свои доходы и расходы. Один учет доходов и расходов. Так часто мы замечаем, через неделю после получения заработной платы, мы ищем людей, у которых можно занять денег. Избежать этого можно, ведя учет своих доходов и расходов. Необходимо вести учет расходов до самых мельчайших деталей. Делайте такие записи несколько месяцев подряд, и вы поймете, как и на чем можно значительно сэкономить свои заработанные деньги и отказаться от всяческих ненужных вам расходов. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Озвучена Яндекс.Спичкит. Также есть специальные компьютерные программы, по которым вы можете вести бухгалтерию у себя дома и учитывать все свои расходы. Лучшие программы для учета доходов и расходов онлайн. Жадюга. Amasoft.net.Домашние финансы. Labdefis1m.ru.Домашняя бухгалтерия. Kipsoft.ru. Hameba. ATM.Домашняя экономика. Home.Defis.Economy.ru.Семейный бюджет. FamilyBudget.ru, однако, если вы не сильны в компьютере, то старый и добрый блокнот или тетрадку никто не отменял, можете записывать все свои доходы и расходы там. Многие могут возразить, что вести такой учет подобно скупости. Это совершенно не так. Вы ведете учет только лишь для того, чтобы скорректировать потоки денег и направить их в нужное русло. Два. Заранее планируйте расходы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Получив свою заработную плату в конце каждого месяца или иные денежные поступления от бизнеса или фриланса, лучше всего заранее запланировать все обязательные расходы. К таким расходам можно отнести оплату за коммунальные услуги, другие обязательные ежемесячные платежи, включая кредит, покупка продуктов питания, расходы на детей и так далее. Создавая статью расходов, вы сможете понять, на чем можно экономить деньги. Заплатите себе. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Отложите 5, 10, 20, 30 доходов в начале месяца и забудьте о них, или переведите в банк. Таким образом вы сможете о них забыть. Начните хотя бы с 5%, в следующем месяце с 10% и так далее, повышая эту планку. Три. Старайтесь не брать в долг и кредиты. Если у вас есть бремя в виде кредита или долгов, то вы не в состоянии вести учет своих расходов и доходов рационально, поскольку львиная доля вашего дохода уйдет на их оплату. Исходя из этого, постарайтесь в скором времен расплатиться со всеми и никогда не брать взаймы. Почему лучше не брать кредиты? Потому что у вас возникает привычка жить взаймы и теряется реальность, где мои личные деньги, а где чужие с огромными процентами. Особенно мы не рекомендуем брать потребительские кредиты, и расплатиться будет гораздо сложнее. Четыре. Не стоит ходить по магазинам, когда получите свою заработанную плату. Когда вы получаете деньги, то у вас создается иллюзия их избытка. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Радостное, вы идете в магазин и покупаете все подряд напрочь, теряя бдительность. Чтобы такого не происходило, лучше всего заранее отложить деньги из кошелька и оставить только необходимую сумму. Забудьте о посещении магазина без списка продуктов. Приходя в какой-либо магазин, мы попадаем под действия ловушек, которые расставлены специалистами-маркетологами. Красивые вывески, приятные запахи, тихая мелодия и так далее не оставляют нам шанса остаться со своими деньгами. Поэтому, отправляясь в магазин, четко следуйте этому списку. Поверьте, это позволит сэкономить вам большие деньги. Откажитесь от ненужных трат. Что это значит? Это различные газеты по дороге, журналы, соки, шоколадки, для удовлетворения своих прихотей. На это уходит большая часть вашего бюджета. Если вы не можете полностью отказаться от этих трат, хотя бы минимизируйте их. Эти мелкие расходы могут превратиться в довольно крупные потери вашего бюджета, если вы посчитаете его в конце месяца. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Сядьте и составьте список всех трат, без которых вам никак не обойтись. Также сядьте и подумайте, без чего вы можете обойтись. Ваша задача тратить деньги только на то, без чего никак невозможно обойтись. Берите на день конкретную сумму. И тогда вы не сможете потратить больше. Это классный способ, который можно использовать всегда. Чтобы не потратить больше, у вас просто не должно быть лишних денег. Контролируйте каждый день ту сумму, которую у вас должна быть. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. И тогда вопрос, как экономить деньги, отпадет сам собой. Контролируйте затраты на вашу связь. Многие с ужасом удивляются, когда в конце месяца у них за телефон, за интернет выставляют счета по несколько тысяч рублей, хотя они говорят, что не разговаривали. Связь – это та вещь, которая может украсть у вас значительную сумму. Поэтому контролируйте вашу связь, пользуйтесь бесплатными услугами, такими как Skype, например. Если вы пользуетесь телефоном редко, тогда не приобретайте безлимитные симки и так далее. Вы должны четко знать, сколько вы потратите на телефон, найдите для этого подходящие тарифы. Когда вы идете с друзьями в клуб или в другое увеселительное заведение, берите с собой ограниченную сумму денег. Всем известно, что находясь под воздействием алкоголя, у нас притупляется рациональное мышление. Многие не раз находились в такой ситуации, когда тратили всю зарплату за один вечер непонятно на что. Чтобы таких ситуаций не возникало, лучше всего брать с собой фиксированную сумму, а карточку оставлять дома. Откажитесь от полуфабрикатов. Мало того, что такая еда вредна для здоровья, она еще съедает приличную часть вашего бюджета. Старайтесь готовить дома самостоятельно и не тратить деньги на готовую еду. Будьте умерены в покупке одежды. Десятая пара обуви, конечно, приятный момент, но такой фанатизм постоянного обновления гардероба и исследования моди может негативно сказать на вашем кошельке. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Перестаньте копировать других. Очень часто мы совершаем покупки только потому, что соседка купила себе новую шубу или друг поменял свой старый автомобиль на новый BMW, и теперь с гордостью смотрит на вас. Люди всегда будут покупать то, чего у вас нет, и повторять это только потому, чтобы не выглядеть в глазах других отстающим просто глупо. Шоппинг. Это не средство снятия стресса. В последнее время, чтобы уйти от повседневных забот или просто с целью развлечения, люди семьями отправляются гулять по торговым центрам. В процессе таких прогулок могут тратиться приличные суммы денег на очередное дорогое мороженое или 20-ю футболку, которая продается по распродажной цене, но в общем-то совершенно не нужна. Отправляться с торговый центр только за развлечением не стоит. Ходите туда только со списком покупок и по необходимости. Экономия на отдыхе. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Когда вы собираетесь в очередной отпуск, не стоит тратить все свои накопленные деньги. Изучите рынок туристических услуг, посмотрите специальные или горячие предложения, попросите скидку в туристической фирме. Содержание автомобиля. Отдавая дань современной моде и престижу, многие покупают автомобиль непосредством, беря кредиты на несколько лет. Кто-то из известных финансистов сказал, что стоимость вашего автомобиля не должна превышать двухмесячному доходу. Исходя их этой планки, больше половины транспортных средств у нас бы не было. Если затраты на ваш автомобиль превышают более 5% от вашего дохода, значит следует его поменять. Посчитайте, сколько вы тратите на бензин, на обслуживание, на страховку. Пять дней надо терять голову на различных акциях и распродажах. Покупка на акциях и распродажах сбивает людей с толку, и они набирают все подряд. Очень часто магазины на период распродаж выкладывают некачественный или жаный товар. В итоге на все скидочные вещи уходит большая сумма денег, а взамен вы получаете мусор, который будет пылиться у вас на полках. Поэтому даже на распродажах к покупке лучше подходить с холодной головой и контролировать свои расходы. Не покупайте все дорогое. Вполне можно обойтись иногда и чем-то более старым, подержанным. В этом нет ничего плохого, главное качество и рабочее состояние. Шесть. Заведите копилку. Проведите небольшой эксперимент у себя дома, откладывайте всю мелочь из кошелька, из сумочки. Которая завалялась у вас в карманах в копилку, банку, любую тару. Через несколько месяцев вы будете удивлены, что смогли набрать приличную сумму, на которую можно совершить крупную покупку. Контроль за мелочью. Наверняка у вас постоянно в карманах лежит куча мелочи, которую вы постоянно не используете. Озвучено Яндекс Спичкит. Прямо сейчас залезьте в карман вашей куртки и наверняка найдете там 5-10 рублей, а ведь это тоже деньги. Так вот собирайте эту мелочь в какую-нибудь копилку, коробку или банку. Вы будете приятно удивлены, когда посчитаете эту мелочь в конце этого месяца. Что случится, если я не буду планировать свои доходы и расходы? Ничего страшного, конечно, не произойдет в глобальном варианте. Но для достижения ваших финансовых целей это делать необходимо. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. В статье мы перечислили достаточно простые способы экономии, которые отвечают на вопрос, как экономить деньги. Они помогут вам сберечь более 50% от ваших трат. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.